всем привет дорогие друзья с вами red fox battle brothers наши гладиаторы так тут да вот где-то нас враги были на холмах не хочется правда давайте сгоним их с холмов и тогда побьем а то в холмах сейчас они где-нибудь на высоте сядут с арбалетами своими вот на равнинке так их довольно много два арбалета местность сомнительная так ну что ловим арбалеты без этого никуда этот тоже решил подождать я думал с холмата точно выстрелит он там достает так ребята пошли занимать высоточки уже то парня толкнуть и тут 50 на 50 он может либо в стеночку встать либо чудо отъехать но какой в этом смысл никакого тут два варианта действий которыми сейчас прямо сейчас раздумываю мы встаем вот здесь вот стеночкой эти парни к нам слезают на холмике бегут алибордисты со всей то со всей скоростью какой могут такая выгодная позиция мы их долбим из дробовиков на этих холмах они страдают или мы их прям поджимаем под эти холмы может быть даже скидываем кого-нибудь кстати вот это намного логичнее скинуть его с холма чем туда пихать или мы поджимаем их на холмах кого-то спихиваем и алибордисты там сзади пытаются что-то делать просто надо такую линию фронта создать чтобы мои дробовики могли лупить хорошо ну типа вот если тут двое встают тут чудо лупит нормально вот снизу тут как-то ничего то не вырисовывается этот готовый из вылез вперед и что-то теперь мешается если сейчас подойду из пихнул то вот эти парни которые ходят следующими они залезут сюда обратно а подождать а списывать потом смысла нет потому что вот эти парни мои ходят раньше чем чем будет ходить эрик до ожидаемо ну чё вы двое сюда получается ну давай так алебарды уже подошли это неприятно другой стороны мы сейчас тоже уже подойдем может не этот холмик залезть минус один выстрел но зато с высоты будем стрелять давай подождем извиняюсь ты тогда сюда не пойти ли в гости к арбалету по простому по-братски он правда сейчас выстрелит в упор или побежит так ну сюда никто не если я сюда встану сюда может выскочить только вот сумасшедший биллман но вряд ли он будет это делать а вот это про стрельчик очень даже ничего так тут сюда а куда же расселим я хотел им бить вовсю это слишком выгодное место для стрельбы чтобы его игнорировать кто мне не нравится больше вот этот или вот этот поле хаммер мне видится неприятным хотя у меня все тяжики сверху тут нимблисты но все равно 10 гарантированного дамага рассел сюда пойдет арбалетчик молодец за что получает награду не он пока что думаешь он тебя защитит наивный наивный арбалетчик так а мы не можем ударить из-за того что мы на холме ладно так хотел сменить топор но мы опять в голову попали так что нормально оба оба поле хаммер даже не успел ничего сделать и вообще нас уже сравнялась численно про здоровье у некоторых я вообще молчу а второй ход начался только что начался второй ход а у них уже все так плохо вы посмотрите эх не достаю до заднего ряда никакого веселенького веселенького давай подождем сейчас подойдет может перестали убегать жаль конечно ну да ладно шлем сломал слева столкнул сейчас вот сюда скорее упадет чем сюда хотя он уже бил нет туда вау все опасные ребятишки обратно вошли в прострел сейчас мы их будем отоваривать стрелять только стал уже не по кому пока мы всего лишь один ход перебегали на холм по принципу куда-то туда мы попадаем еще главное что такой крепкий адреналин нам нужно длина адреналина да отоварим сейчас билмана с топора в голову почему бы и нет хитрецы конечно хитрецы а вот это вот было непорядочно дождик капает прям сейчас обратил внимание прям звук хороший такой дождя в наушниках почти в ухо засандалил так щиты наша слабость а вот дробовики наши все спрятался он получи пробитые легкие и бонусный топор кэшбэком редиска ничего сейчас поговорим что ты будешь делать добавки ребятам какой живучий минус 2 с кнута больше никто не потрубит какая досада чуть дерется редиска на холме все больше не дерется эрик не за что выхватил на холм не залезешь этот гад вот еще не сдался а ну если враг не сдается ему кидают топор в голову россия вообще по моему ни разу не попал за бой красавчик чё сказать эх мы там амуниции налутали с каравана можем позволить себе побросаться а то издеваетесь что в эрика так отлично теперь выкидываем дешевую фигню набираем нужное дубины кинжалы вместо этого мечи алибарды арбалет дорогой а чё ещё ну броник на 130 теоретически может чего-то стоить так вот этот хлам заберите пожалуйста не помню сколько этот капюшончик кольчужный стоит так автолутом затаскиваем как то так теперь все 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 в ремонт и идем сбывать добычу фальшионы вроде бы не надо ремонтировать хотя может быть я и не прав давайте попробуем один отремонтировать вот сколько давайте попробуем один от половины а другой отремонтированный 8 инструментов на него немного тратится копеек не копеек монеток пять может десять сравним стоимость так броник тяжелых нет ремонтировать нечего есть лавэлапы лавэлапу эрика а нет подожди подожди зачем тебе атака тебе надо защиту тебе надо выносливость тебе надо чему надо хп да даже атаку мы не будем брать его главная задача не наносить урон совсем и рассел двенадцатый уровень стал вот вот ему надо атаку защиту и 80 хп есть 99 и дочь давайте до сотенки инициативу все все пошли сдавать всех ах что еще таги таги поучеры и рейдеры какие таги вы что сто семьдесят восьмой день второй кризис начался какие таги о за каким-то тагами я смотрю по болоту бегали так насколько же мы продадимся я надеюсь мы отобьем наше вложение в тележку понятно что со временем без вариантов отобьем так что с ценами скажите мне ой цены шикарные да да 19 за щиток цены шикарные так пару орковских оставим на пожарные всякие случаи так я хотел фальшион 97 46 25 прочности чинить чуть я забыл с каким соотношением то они чинятся у брони примерно один к одному по монеткам а у оружия ну тоже наверное ну то есть выгодно фальшион чинить выгодно так это все сюда полихаммеров мне столько не надо так торф мы тоже пожалуй продадим цепь я бы оставил хотя кому ну вот кому только если кто нить умрет и растить нового варвара с цепом безумного вообще кто то может и умереть это как бы мы никто не застрахован надо было починить или он стоял на починке вот броники и вот эти смысла нет чинить так гладиаторские три тяжелых три лёгких четыре лёгких шлема щит орковские щиты алибарды все вроде ну вот берсерка нужна на мне вот кому ее и зачем амиру по приколу ладно пусть пока будет пусть пока будет 46 тысяч денег кстати инструменты кончились так а чё тут посылочку куда в зон хайм зон хайм да это здесь а на репутацию нет квестов да сколько мы ее наполучали чуть лучше нейтрального столько всего навыполняли это с агентом который вроде как улучшает ускоряет наши отношения да ладно ладно 44 тысячи денег очень неплохо очень можно взять посылку в зон хайм отнести и поехать в аль рамаль или сразу в аль рамаль ну давай посылку отнесем чё просто ходить 470 крон у нас зарплата 992 почти 1000 пойдем наверное по пустыньке немножко прогуляемся на арену заглянем надо немножко вернуться к истокам доспехи золотые поглядим на 16 на часов глянем но наверное не будем мы их трогать хотя там из них что-то накрафтить можно что-то там можно хотя вон у меня тут мозг рога до сих пор валяются фиг с ними так чё у вас тоже посылка в хаге это ж не ваш город охота на линдвурмов не в хаге я не хочу я тут с этими парнями еще не дружу забавно все таки все таки война между этими вроде как не идет например судя по таким квестам война идет строго вот так зеленые с синими ладно поехали в наш родной эль рамаль ого мы вместе с начисами гоняем бандитов мод с лидером наверное можно и взять денежка все таки по быстренькому давайте попробуем а да рейдеры с лидером что-то я подумал что мы на югах и там намады с их лидером в золотом и думаю что не так что это за барванс такие а это не те ребята это северные ну да тем более еще мы быстренько все провернем у северных лидер вот поинтереснее бывает вальтер зе спайда опор у него хорош конечно не хотелось бы им получать и ты тряпка хорошо тоже неплохо лучник можно этому парню со щитом понавешивать ха 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 не закрылся получай так вальтера я спровоцировал но если у него не будет места чтобы подойти он не пойдет ну пошли к нему поближе или к ним сейчас сориентируемся я думал Каспар и быстренько заберет этот фланг и освободит но что-то не быстренько так так вот отсюда тоже нормально не убил так 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 не пора ли готовиться отбирать топор так неплохо давай подождем может кто подойдет получить еще о о значит он сюда сейчас пойдет нам его броня нафиг не нужно хотя подожди а нет у меня такой же шлем у меня шлем такой же у лучника топовый с тех что можно найти вроде как значит нам его броня особо не нужна у него какая-то слабенькая значит можно подождать пусть подходит на два удара значит можно сюда пойти или вот сюда я думаю тут с ним разберутся всей толпой то пошли стрелков убирать убирать ножку прострелили арбалетчику эх-эх взял и не попал так отлично это хамство это хамство да подходи подходи вот дубина как раз ждет дубина ждет новых друзей Эспен не попадает так ты давай его таунти хотя это не помешает ему круговой звездануть вообще ни разу ух толкается хорошо никто не подошел к хусану пришлось таки ему идти самому ну тут как бы на этом у нас все спасибо что зашли езер напоследок устраивает кровавую бойню Каспар не попадает Рассиль попадает так топор целый почти хороший такой топор да мы все возьмем пригодится так по-моему шлем починился давай тебе нормальный зелененький в смысле красненький а вот мы еще один красненький выбили вместо вот еще синенький давай одноцветные будем держать что ли меч в ремонт шортсворд не надо вроде так а где ага левелапов нет у этих лидера нет ну и нафиг их пусть живут пусть развлекают караваны там тут и все так что там на арене что там по заданиям засада на торговых путях а что с ценами из-за этого ох по 700 арбалеты по 21 по 22 за щиточек это нам все не надо да цены шикарные топор надо ли топор продавать и кому у меня топор шпала точно не нужна да и топор не нужен нет у меня топориста а если если когда-то заведется вместо кого-то мы ему купим или найдем я думаю все все продали инструменты дорого еда дорого все дорого арена тут ничего нет да да чисто из любопытства хаян копия мира внешне мир по-моему дешевле был или нет я уж не помню да ладно кто у нас сегодня на арене пять бандитов пустынных пять номадов так ну с пятью номадами мне кажется справится наш не основной состав им тоже надо тут пять боев да плюс моральки вот у амира уже есть рассили вместо него выставить с номадами и эриком и каспара ну в принципе ну против номадов то наверное должны бы справиться так два щита так два щита ой 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 Каспар раздает хэдшоты ой 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 по идее таунт если работает как должен этот парень должен перейти вот на эту клетку или на эту из-за того что он две клетки ходит он не ударит рассел дотягивается дубиночкой но не попадает тут ли брать другую возможно возможно подойти и вмазать он же не убьет если попадет не убьет давай так и оба два ходят раньше чем намады эти но если я сейчас свяжу его боем то он уже никуда не пойдет он врежет не топором другой стороны он два удара полутает и 2 уилма 2 на полутал два удара тоже шикарные удары сейчас мы получаем топором потом мы получаем песок в глаза все как мы любим это понятно нажимаем пробельчики вместо окончания хода чтобы в конце хода песок этот чертов скинуть давай ты не будешь стоять в стоечке вот конец хода у нас ходов нет но мы пропускаем у нас скидывается песочек 35 процентов с поднятым щитом то что-то не очень хорошо опор мимо так ты чё расстраиваешься там всем песка набросал тварь такая но щит не поднял возможно это его покарает так пропускаем начинаем без песочка ну чё ты сейчас не добил все шансы были 48 процентов или достать длинную булаву и добить вот этого и потом слутать берсерк и вмазать кому-то длинный булавой в упор с мастерством можно и в упор принципе ничего страшного а может ему по этой дубиной и лупить с мастерством то он и в упор нормально лупит но тут дейза конечно нет пошел нафиг твоя очередь расстраиваться все он расстроился и он свободен ой минус голова 400 300 опыта россии тоже теперь пит файтер так собачку берем собачку берем 4 боя у этих парняк еще один и плюс 5 резолва до плюс 5 же там до у них по резолву 52 50 45 ну как раз средние значения где плюс 5 вполне могут и поролять нормально так у нас есть квесты а можно без квеста по пустыне попробовать пошататься полторы тысячи за бандитов давайте сходим на такое интересное полторы тысячи куда идти он туда так проверяем все ли целые все целые поехали еще строго какие-то оказывается у нас в упор за полторы тысячи там что-то интересненькое и по всему так пришли у нас накопилось у нас накопилось много денег и ребята хотят повышенную зарплату хорошо пришло время вам зарабатывать больше куда больше вы и так гладиатор вы и так гребете как не в себя вы что или вы все подписывали контракт и там прописана оплата а повышать зарплату гладиатором вы что с другой стороны отказывать тоже как бы не очень там блин повышать не повышать но давайте повысим может это будет не очень много то все будут очень счастливы сколько это теперь 1040 был 992 но это сколько на 50 монет или 900 не 92 900 блин я в начале серии смотрел или в прошлой серии же только вообще берите 150 100 148 111 18 берем пример с эрика 49 кстати каспар тоже неплохо 157 ну понятно 57 59 70 а чё так ассасины много берут и номер берет больше чем охотник хотя охотнику уже двенадцатый а но вот еще девятый фигели и трофи хантер берет пушки южные южные эти я смотрю очень жадные ну рейдер немножко жадный но ему положено ладно не очень много повысилась на то все довольны и и сразу зарплату эту платить повышенно так ну чё там кто там мы нам не скажут о нам сказали лидер палач какой-то один остальное фигня палач ну палач так палач пусть он встретится с веселый подвыпивший бандой гладиаторов я посмотрим кто у нас тут палач это что за фигня чтобы почитать что там писали и фриты и фриты это не то что я хотел бы видеть 39 врагов а сколько этих то было 20 вот и палач с бердышом шляпа на 200 броня даже не знаю наверно их меньше двухста нибудь на 170 battleforge у него а лидера вашего не видать а чё с ифритами они где сверху и фриты мне вообще не нравится может стоило бы отойти пусть эти парни танковали бы и фритов зачем я вот остался стоять хотя всеми бы все равно не успел уйти может самое время чуть отойти если фриты сверху сейчас будут собираться то как раз надо наверх уйти и через верх прийти эти парни вообще не проблема но они могут потанковать урон давайте так и сделаем сваливаем для это не заодно с ифритами я вот не прочитал что там происходит но я сомневаюсь что они могут быть заодно вон наверх пошел то есть там и наш в эти парни тоже туда пошли бы так они там собираются это понятно но их там очень много их там под два десятка штук то есть там сейчас адовая фигня соберется на самом деле так телефончик мне мешает немножко извиняюсь так поехали подальше поехали подальше в этом бою наверное лук не понадобится как раз кстати по крайней мере с теми тварями и фритскими так хоть что-то видим пошлепали в воду ну и мы давайте в ту сторону быстренько будем шлепать не привлекая так сказать внимание надо подъехать в тот момент когда большие покидают булыжники в номадов и под рассыпятся и тут мы на белом коне сзади стоит ли вот тут сейчас танковать мордой 22 дефам рейндж так вот они они еще и в лужу сидят как назло тут нет дебафов тут есть только много выносливости тратишь на хождение там может я слишком близко к ним подошел сейчас так если палач пойдет наверх это будет вообще хорошо он выглядит как парень который может потанковать какой-то урон от эфритов отлично я думаю мы в кусты спрячемся блин там растение дурацкое мешается оказывается так а мир я помню очень больно получал этими булыжниками по голове ой 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 пошел пошел вот от этой твари получить это вообще особенно в голову очень очень неприятно еще полетела может не стоит его провоцировать на сколько он бросается фиг его знает раз два три четыре пять шесть скорее всего на шесть он нормально бросается это там вроде есть цели и поближе пошли если не хакан то кто кто то с ним было например так я в кусте до меня доходят но если я уйду он до эспина дойдет давай в кусте пока спрячемся что то нас догнали внезапно ладно у вас тогда передышка вы прикрываете своих кто-то вообще фиг знает куда мне этими ружьями идти этих стрелять бесполезно особо да подождем я вообще бы тут подождал всеми мне надо чтобы вон тут булыжник улетел сейчас меня зажмут с двух сторон в итоге это будет крайне неприятно с другой стороны я тут могу еще вполне себе уйти но они все равно за мной пойдут вопрос где с ними драться вот тут или или вот прям здесь ну давай еще чуть отойдем вот тут между двумя деревьями узенькое место лучника тоже отойдет сюда станет езир тут эрик с копьем каспар вот сюда от бегающих ловить и нормально вот главный вопрос через шесть ходов а ну пошли нафиг отсюда так кому то там уже полетел сюрприз ой кому то прилетело еще надо идти их бить по хорошему то плохо что они может по кустам еще пошавиться кстати как вариант вот немножко в кустах под собраться здесь пока принимать я боюсь пропустить момент когда вот эти парни вот эти парни сольются и я буду получать вот на всю катушку от этих парней может быстренько вернуться вот этих побыстрее зарубить давай давай штов то на всех не хватает так отлично особенно отлично если вы пойдете таки вот туда а не сюда давайте попробуем их немножко перенаправить это лидер или не лидер не лидер так забежать в куст по-быстрому пока эти парни не начали ходить вот три больших которые сейчас могут соединиться вот я не знаю вот сейчас первый ходит вот этот он может соединить не соседних с собой это вопрос если мы не сольются в одного гигантского надо ждать пока он себя куда-нибудь выбросит если он не может вот только средний например может соединиться в большого и он сейчас бросит камень куда-то то он развал то тут еще раз два останется а третий улетит и вот эти все равно могут вместе собраться обратно причем сразу же да смотрите он сейчас выбрасывает камень их остается тут три маленьких потом ходит вот этот они собираются обратно в большого потом ходит вот этот и они собираются в гигантского получается надо ждать пока не еще один камень выкинут чтобы они не могли собраться в ту мега твари по-хорошему сваливаем пока вот сюда куда ты пошел гад он не смог собраться с того конца теперь они так стоят что могут собраться без проблем он наверное захотел фире бросить что-то нехорошее как все любят но я чуть сойдем так вот на это я бы нарываться не хотел но вот в этот куст перебежать в принципе можно партизанская война у нас тут еще можно вот тут в статьи тоже поднять копье чтоб к нам не лезли или отойти уж сюда с куста вкус скакали дальше кустов пока нет ждем тут прикрываем стрелков а он же не ходил у меня он сон отойдет он дойдет далеко так пропускаем бой неожиданно стал напряженным не стал точнее а выдался я думал мы сейчас быстренько зачистим и свободны давайте дать наши денежки мы пошли ой отлично отлично они пошли на подмогу они вам разваливают даже камешки плюс час они будут танковать вот это вот чудище они даже наморали вы гляньте нифига себе какие красавцы какие молодцы так давайте подождем пока вот это вот сходит ох кому-то прилетело но теперь эти не могут собраться в такого все их не хватает их не хватает чтобы пересобраться в эту гигантскую тварь ну то что они сидят в болотиками в воде то я конечно это раздражает это мне не нравится но надо на них уже нападать на больших у них выход или выброситься или или все они не могут большого собраться правда он может выброситься а потом собраться из маленьких обратно в большого в такого вот да не тогда он отхилится лучник нам тут не нужен очевидно но у него есть быстрые руки и он станет пикинером потому что в морду получить камнем это неприятно так опять вы ко мне подползайте давайте-ка сюда неплохо они тут наваливают а там этих здоровых то еще сколько офигеть надо по фокусу долбить 1 но это в идеале еще лезем на них или еще нет наверное давай-ка всех подождем или чё ждать он уже пару ударов выхватит просто тут больше никто и не бьет толком давай без адреналина ты прикрываешь отход уже без выносливость надо бы подышать пока бегали по песку запыхались вам надо бы подождать на всякий пожарный так один моментик мне надо ответить так так Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, броню сломали Что дальше? Вот тут неплохо с молотка входит, даже с деревянного Как я погляжу Вообще, кстати, у номадов много дубин И похоже это работает И вообще они тут грамотность сделали Смотрите-ка, они По кромке все-таки берега заняли оборону Ой-ой-ой, а еще у них много щитовиков Которые ловят эти камушки играючи А эти парни еще и в песке там сидят Довольно любопытно То есть мы вот здесь сейчас построимся И будем с двух сторон запинывать ифритов Это любопытно А когда запинаем, сойдемся друг с другом В принципе норм вариант С одной стороны, конечно, я могу пустить тут партизана Во фланг Чтобы в меня поменьше стреляли Так Тут трое ходили Вот этот не ходил Он может собрать через 11 ходов Но у нас есть шансы успеть добить этого Тем более так А этот уже не соберется Он потому что только с одним В контакте Не с двумя Ну что, оставлять этих здесь? Пинать намадов? Чтобы они в меня не стреляли? Наверное, да Потому что тут Проблема рассосалась Они сюда переползли как-то Слушай, а можно их отталкивать Дальше в воду Вот этого если толкнуть Например, он отъедет вот сюда Только у меня в нос Трести на это не осталось К сожалению Вариант забавный Пошли танковать, Хакан Так Стрелять Можно по ефритам Можно по их лучникам Дай куда-то сюда В кусты прячься Там посмотрим В кого будешь стрелять Так Дробовики Тогда мне где нужны? Наверное, здесь Все-таки Давай Так Только вот через эту клеточку Ходить не надо Так Минус лучник Этого я бы оттолкнул В воду лучше Я не хочу Номадов сильно вырезать Сейчас Мои парни ходят После этого Все Стоит ли в них стрелять А, вот эти еще раньше ходят Они точно соберутся в большого Но нет смысла и стрелять А вот как соберется Надо в него полный ДПС выдавать Вообще Намады неплохо справляются Такой толпой Прям Респект То есть получается Сейчас бить без толку Он обратно пересоберется Да? Да, подождем Так Так неплохо прямо скажем неплохо хнут нафиг наверно тут не нужен хотя мелких добивать стороне где-нибудь а где у него кусок дальше улетел так вот этого теперь можно сбить всей толпой даже нужно может даже через адреналин на он там кусок еще что мы не достаем так вот тут 50 на 50 сюда или сюда ну давай рискнем хотя можно подождать и каспаром подойти и этого точно туда выкинуть просто если он сюда улетит его надо будет ну убивать а там он еще глядишь что-нибудь потанкует подамажит эфритов да подождем так минус броня у него то есть с адреналина вот эти два парня могут ему часы накидать но у них выносливость уже маловато куда-нибудь в лучников можно и пострелять так хакан хакан как-то не успевает будем ли мы его резать давай не будем это же отдохнем так это вода из которой я не могу ударить там у эфритов никого нет вот только здесь кто-то стоит если там еще один маленький эфрит то они там еще их неплохо себя чувствуют но от коллектива отделяться не стоит можно вот этой лучше дать наверное так мы еще будем адреналиниться давай попробуем так тут как говорится сделал гадость сердцу радость таки микрофон до включил включил ну поехали хорошо вся выносливость ушла но мы развалили значит одного большого на два маленьких то есть один кусок мы получается убили мы даже подойти не можем значит отдыхаем что нам делать тут будем дальше устраивать там кто-то стоит отсюда сюда то есть не толкнуть да подождем вообще наверно подышал может даже давай-ка подышим так дробовики вообще что-то не успевают в этом бою может их по кустам просто рассадить пусть сидят вообще двуручные эти он кливер и нормально так разваливают и фритов когда в таком количестве по две атаки очень хороший урон получи будет наша засада на том конце озера если фриты сейчас резко пойдут заканчиваться можно отойти обратно неплохо ох ты что он творит он еще и свеженький не уставшенький кстати неплохой урон то через броню когда нет брони но не добил кровотечение у них конечно нет но он уже ходил считается дай-ка эриком подышим а то у него что-то вся выносливость ушла так чё в лучников стрелять или иных нафиг ну давай стреляй чё делать то работает снайпер из кустов так а мы уже ходили ну и ладно это вы чё режем он не хочет оба своего бросил но ничего ему не нанес как так ноль дэмэджа так не честно ноль дэмэджа так тут у ребят есть цель а вот у этого парня хорошей цели нет значит кто довольны кто убегает двое рядом такие разные парни в кустах больше никого кстати вот отсюда можно и стрелять я даже грохнул один нифига себе 35 дэмэджа на 73 а вармору и эту арму на 35 на 73 нифига там разброс шанс 95 попасть кого-то 95 в кого-то 53 он аутло номат вот поэтому у него хорошей защиты от стрельбы а у этих вообще нулевая потому что она им не нужна да кстати вроде неплохо на дома желтая ну ка нормально броню снял нормально он жонглирует тут только зачем ты их в три в ряд поставила они как будто в игру играют такую старую а может и не старую у меня мама в нее играла в ряд собирать фигурки шарики всякие в этой позиции кстати есть свой прикол тут как бы каждая клеточка 4 очка действия с этого берега нельзя за один ход перебежать но с этим спидфайнером то наверно можно но вот вряд ли он есть у пустынников так ну что куда сюда идти на подождем посмотрим этот палач еще уверенно наваливает и фритом то и он свежим вообще выносливость не тратит ты озверел там совсем что ли там кто то есть их расталкивать ох какой неплохой урон но не хватило так фири на подстраховке кому то неплохо прилетела так у нас тут уже палач рядом на морали а мы все таки уставшие так может пойти его бить пока он будет эфрита гонять а будет ли он гонять эфрита тут рассилий со станом через клетку типа надо идти а подожди стан есть у хакана вот и все значит забираем его по-быстрому еще выносливость где нибудь на это найдем так 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 кто пойдет тавида вытаскивать или фиг с ним он все равно убегает так тут может по своим будем вот парень выскочил но это потому что мы вышли вперед кстати вот тут ротации то нету о это еще я думал то утло это элитный парень лидер джи фризис корж так я думаю надо вот тут отойти подстраховать лучника тут есть кому чем заниматься там было бить что-то я не подумал ошибаюсь уже так эфрита запинали уверенно теперь главное чтоб меня не запинали не менее уверенно так подожди откуда ты выскочил у них есть патфайндер откуда бы он не выскочил он не мог на три клетки сходить без патфайндера окей выключаем ему лучника и вообще заходим сзади не добил а я надеялся на берсерк ну давай-ка мы подождем а ты уже ходил я думал ты отойдешь мы отойдем туда перри сюда опа ты что за подстава за что по мне злые дни так у хакана есть ротация но вроде как незачем разберутся тут эти парни не факт давай подождем посмотрим тебе точно стан и все чтобы у нас была выносливость тебе лучше наверно подышать просто пока есть кого бить и вот этому парню но этот встанье пошли назад надо страховать своих бармутов так не хочется за ним тут бегать но если он сейчас придет в себя и пойдет напинать моего лучника это будет совсем не к месту так сказать так отошел и выстрелил нормально и даже ходов целая куча если бы была выносливость но выносливость кончилась ты сюда вы сюда но он ходит раньше придется немножко потерпеть вот сейчас может быть неприятно он еще и травму хотел мне засандалить гад на сам травму наглец такой так неплохо петро ой отличный выстрел вырисовывается да да этого мог бы и добить так а ты сюда ты сюда а ты сейчас просто бьешь кого хочешь например его и бьешь да отлично побили так ах на удар выносливости не хватает ну ладно парень с молотком мне что-то не очень нравится уже да еще и на морали может стоить даже с адреналином ему еще прописать сам встал куда надо снайпер как всегда снайперит стан работает но выносливость кончается ой какой урон неприятный всем раздает амир каспар освобождается там так с фрицами закончили практически один остался тут дробовик видишь ты хитрый какой минус флажок так идем теперь отсюда стрелять вот так неплохо ой что-то эффект превзошел ожидания как ты выжил ты окошечка так может парня вытолкать отсюда под дробовик например на облачную сюда подойти да ладно отомстил теперь отдыхает так ну чё все почти закончили надо фраги добирать ой 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 сейчас было неприятно так фраг сперли так фраг сперли и сработало отлично так тут уже не стреляем минус броня значит не стреляем я специально двигал парня чтобы он под дробовик попал ну ладно просто бьем его а теперь мы сюда не стреляем значит подбирает недобитков наш снайпер пусть хоть опытно ноутает всё мир разобрался кто тут палач ну не скажу что это был легкий бой у нас все на лишних полчаса из-за него вышла Бердыш Пара тисаков Вот и вся наша награда Да, не густо Ну еще полторы тысячи За контракт Да, ну ладно Так, это чинить Хусан вылапнулся аж На радостях 110 атаки, 45 защиты 50, то есть, да И чего? Выносливость, хп Выносливость, сотка Вхп Вот он у нас совсем По лезвию бритвы Выходит Ладно, побежали, быстренько сдадим Все это В город И уже будем закругляться Да, интересный был бой Причем, будь Эти эфриты не в луже Возможно, он был бы Совсем другой По характеру Так Проблема на торговых путях Не пропали Цены Цены Отличные Значит, продаемся 600 За шамшир Может оставить его? Может вернуть его в запасные Кусану 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 Топор хорош, конечно По головам Сколько топор ест Выносливость? По 13 за удар А шамшир По 10 Без мастерства Я вот думаю Может ему Эту дымовуху Убрать Нафиг Вернуть как было Выносливости Меньше стало Не всегда Топор Роляет Против тех У кого брони Нет Например А лишняя выносливость На удар Ест Давайте Попробуем вернуть Все равно Я эту дымовуху Не пользую Там Он уже В задних Рядах 2 Есть Еще можно А вот 3 4 4 Дымовухи Должно хватить В принципе Зачем она мне В первом ряду Давай Так Так Щитки Южные Наконец-то Вернулись И все А щитки Я бы поставил Наверное Жаль, что они Не золотые Только Тебе Можно оставить И вот Два Про запас Как раз Все Интересно Очень В этой серии Побились Не просто Было В следующей серии Пойдем Наверное Все-таки По пустыне Пошатаемся Может там Что интересное Полезное Второй кризис Все-таки Уже идет Надо бы Поискать Уники Деньги Есть Так У нас Все Хорошо Оставайтесь С нами Дальше Будет Еще Интереснее Полазим Наконец По пустыне Свободно Не боясь Зарплату Ладно Всем спасибо Кто смотрел Всем удачи Всем пока